Добрый вечер! Здравствуйте, с вами Виктор Батаков и мы сегодня поговорим о том, как ловить удачу в сетевом маркетинге и особенно в компании FUKAIDAN WOLT. Конечно, нельзя сказать за весь сетевой маркетинг, потому что разные компании, везде все по-разному. Но конкретно, когда мы привязываем сейчас вот эту золотую рыбку, что изображена на экране, к продукту компании, к маркетинг-плану компании, к промоушенам компании, то что получится? Получится, что лучшее, что сегодня можно поймать в виде удачи находится здесь. И я на вебинаре об этом буду говорить примерно в течение часа, чуть-чуть, может быть, меньше. Я думаю, меня хорошо слышно. Идем. Сегодня 23 июня. Ровно через неделю заканчивается месяц. То есть это не просто слова. То есть у нас осталась неделя, чтобы поработать так, чтобы заработать свою хорошую июньскую зарплату. Чтобы выполнить промоушен на Крит. Вы видели здесь немножко позже, сегодня я начал, мелькали слайды Критские. Годовщина компании. В октябре едут лидеры, едут администрация на этот большой праздник. Я еще подробнее немножко скажу, с чем связано сегодняшнее число. Вы видите, я в хорошей спортивной форме. Я надеюсь, что вы тоже. Давайте пойдем по слайдам. Итак, как ловить удачу? Дело в том, что слово удача вообще для большинства людей непонятно, потому что оно выведено из нашего понимания достаточно сознательно. Человеку достаточно сложно понимать удачу, если у него жизнь тусклая, из-за дня в день однообразная, если на выходные у него все одинаково, потом опять работа, одинаковая зарплата, одинаковые стены, одинаковая жизнь. То есть он даже не понимает, где, что, как, что такое удача вообще, в чем это проявляется. А с телевизора или откуда-то еще нам говорят, что удача, если ты выиграла миллион долларов в лотерею. Ну да, 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 конечно, это удача. Никто не спорит. Но что я хотел этим слайдом сказать? Что счастливые случайности, случайности, как вы видите в кавычках у нас, да, то есть мы помним всякие большие люди в мультфильмах говорят примерно такие фразы, случайности, не случайные, ну или не люди, там черепаха была, кажется, да, но с восточной мудростью. Почти ежедневно. Маленький пример, вот когда готовился этот, для себя вот мы с Людмилой отмечали, кстати, можете написать тоже, что-нибудь хорошее с вами произошло сегодня, вчера, позавчера. То, что вроде бы как могло и не произойти, да, и очень часто люди хорошее не замечают, потому что, ну это же норма, хорошо и пошел дальше, день пошел второй, все хорошо, опять пошел дальше. Но потом иногда приходит информация, что могло бы быть по-другому, могло быть хуже. Хуже. И то, что было хорошо, это вообще-то удача, да. Но так как люди не фокусируются на таком, обычные люди, то, ну как бы привыкли к тому, что все должно быть хорошо, вкусно, солнышко светить, там или кому нужно поливать, чтобы дождь вовремя прошел. Так вот, мы буквально несколько дней назад приземлились в аэропорту. Приземлились в аэропорту, было написано там, все, аэропорт прилета, смотрим, дождь, плюс 18, неприятно, да. Из теплой погоды летели из Москвы, попадать в дождь, плюс 18, неприятно. Прилетаем, приземляемся, там чуть больше часа летим, солнце, плюс 23, голубое небо, приятно. Помните, да, то есть интонация из КВН, соточка, приятно. Приехали домой, через час, тот самый дождь, плюс 14, оба. Но этот дождь поливал газоны, опять-таки не нужно было этим заниматься. То есть удача с погодой, удача с дождем вовремя. Когда мы в тепле, пускай даже на улице плюс 14. То есть вот такие моменты удачи происходят с людьми действительно очень часто. Если вы будете отмечать, пытаться замечать всякие моменты, то можете заметить, что происходит, и вы видите то, что происходить не может. Ну, что-нибудь очень такое необычное, да. Где по статистике, если посчитать, шансов на то, что это произойдет, одна миллионная или одна миллиардная. Но в то же самое время это произошло. Потому что каждый день происходят миллиарды событий, и всегда происходит что-то одна миллиардная, одна миллионная, одна десятитысячная. То есть происходит и в большинстве случаев наши, так скажем, ангелы-хранители, да, нас защищают, помогают, подсовывают нужную компанию, продукт, информацию, людей, спонсоров, про вебинар, промоушен тот или иной, какие-то действия подсказывают, как сделать. Кому-то деньги приходят вовремя, и все, что нужно, этими деньгами правильно распорядиться, да. То есть отслеживайте, действительно это так. Очень часто происходят всякие разные удачные события. Ну, в данном случае вот этот вот мужчина, я расскажу, что он делает. Он пытается вот того самого вот мужичка-старичка догнать. Да. Непонятно. Объясняю. Дело в том, что раньше, когда люди были, там, сотни лет назад более мудрые, да, они создавали образы. И один из образов удачи, такой более правильный, он в том, что удача – это такой мужичок, да, мужичок-старичок, который быстро-быстро пробегает мимо человека, мимо вас. Да, буквально на расстоянии вытянутой руки, то есть он пробегает близко, но он пробегает быстро, да. Близко, но быстро. И у этого мужичка борода, а сзади, ну, голова у него, он лысый. То есть схватить удачу можно только за эту самую бороду. То есть в тот момент, когда вы так посмотрели, бежит, хвать, поймали, и он не будет убегать. Нет, это же удача, это же всё-таки не настоящий мужичок-скороход, да. Хвать, всё, вы держите за бороду. Легко, но если вы не успели этого сделать, то он бежит дальше, там лысина, по лысине шкряп-шкряп, и, в общем-то, зацепиться не за что, скользкий убежал. Всё. Вот теперь вы понимаете, почему так раздосадован в дорогом костюме, прилично одетый менеджер, да, на нашем слайде. Никак он не может не догнать. Удачу не догнать, когда она пробежала мимо. Удачу нужно хватать в тот момент, когда она вот здесь, на расстоянии вытянутой руки. Сделать это не сложно, нужно только сделать это движение. То есть нужно, так, где вот так, хватать, да. Но мы написали ловить, потому что у нас там золотая рыбка. Это тоже ассоциация такая, уже, что называется, серьёзная, да, золотая рыбка приносит удачу. Надо только у неё попросить. Итак, гарантированно мимо каждого из нас проходят разные удачные моменты. Бегают эти мужички. Бывает такая удача, которая случается раз в жизни. Но в нашем случае мы говорим всего-навсего о чём. О том, как быть богаче, успешней, более здоровым, в хорошей компании, как цвести и расцветать, развиваться, да. То есть такие предложения, конечно, мимо вас пробегают более часто. Нужно одно из них схватить. Раз. Одно из них. Когда ты схватил одно, другое уже, в общем-то, схватить трудно. Тяжело в трёх, в двух, в четырёх компаниях работать. Распыление. Можно работать в нескольких компаниях сетевого маркетинга на низком уровне. В одной зарабатывать 200 долларов, в другой 200 долларов, в третьей 500, в четвёртой ещё 100. Вроде сложил сумма выше среднего, там в два раза выше среднего, в три раза выше среднего. Но это то же самое примерно, что ходить на четыре работы, да. А ведь кто-то ходит на одну работу и хорошо себя чувствует. И зарабатывает очень-очень серьёзно. И у него, у того, кто ходит на одну работу, вполне определённо должно остаться время для жизни. Для радости, для наслаждений путешествиями, пищей, людьми, хобби, рыбалкой, ещё что-то читать. В конце концов, кино смотреть, да. Жить в своём доме. Черешня у кого-то, клубника у кого-то, персики у кого-то и так далее, и так далее. Поэтому, с удачей дело такое. Я сегодня говорю о той удаче, которая действительно регулярно пробегает мимо людей. Она существует. Но мы будем говорить про удачу в сетевом маркетинге конкретно в компании Foucault. Потому что за другие компании я не могу ничего особенного сказать. У них, чтобы знать, что в них, надо очень сильно погружаться туда, в их. А у нас так хорошо, что зачем отсюда вообще высовываться. Итак, ключевое слово на этом слайде – быстро. Это слово относится ко всем понятиям. Быстро зарегистрироваться на сайте. Зачем это нужно делать? Ах, вот оно что. Заголовок. Главная мысль слайда написана внизу. При ловле удачи почти нет времени думать. Нужно быстро действовать. Именно поэтому в сетевой маркетинг вообще первые успехи обычно у людей эмоциональных. У женщин, кстати говоря, гораздо больше женщин. Все это понимают в сетевом маркетинге. Потому что это мужская такая черта. Они любят делать вид, что они думают, потому что им нужно обдумать. А в это время, где там тот слайд, вот пока он думал, да, на слайде смотрим, удача убежала. Потому что он взвешивал, он собирал информацию, он сравнивал, он анализировал, он еще что-то там, видео, может быть, смотрел. Да, прошли месяцы, скажу вам так, как есть на самом деле. Очень трудно со стороны получить качественную информацию о компании сетевого маркетинга. Я с 1993 года этим занимаюсь. То есть я могу быстро набрать информацию. И то для того, чтобы внедриться, например, иногда я выполнял такие заказы, да, в компании сетевого маркетинга сделать, что называется, аудит. Почему у них не так что-то идет? И нужно очень много времени, реально. Нужно слушать, понимать, что к чему, чтобы разобраться, что не так идет, что подправить. А люди, которые любят делать вид, что они думают, они реально думают. Они по-настоящему думают. Но у них не хватает, во-первых, базы знаний. Во-вторых, у них не хватает базы данных о том предмете, о котором они думают, о компании. Про фукоидан они не знают, про альфу они не знают, фукоэйт они не знают, про порошок они не знают. Они не знают истории фукоидана. Они не знают водоросли. Они не знают президента компании, они не знают президента компании-производителя корейской. Они не знают, в каком море выросла эта водоросль. Они не знают, что это вообще бурая водоросль, три вида водорослей здесь. Они не знают, как действует фукоидан. То есть ничего. Ничего не знают про универсальный бонус, ничего не знают про бонус бесконечности. Как? Ничего не зная, сесть и начать думать. Невозможно. А очень часто предложения, как мы говорим, мимолетные, да? Поэтому, когда вы делаете предложение другому человеку, приглашая его в свой бизнес, к себе, давайте ему ту информацию, которая реально ему может помочь, которую он может быстро осознать, чтобы принять решение за 10 минут, за полчаса, за сутки, за неделю, может быть, у каждого свое понимание слова «быстро», да? Но чтобы он быстро понял информацию. Потому что бесплатная регистрация, что там? Быстро зарегистрироваться. Безопасная, да, все, пошел на сайт, сам человек заходит, сам жмет регистрация, заполняет свое имя, фамилия, телефон, скайп, номер ваш, номер девятизначный ID, вы это даете. Жмет кнопочку, а принял условие, жмет кнопочку «зарегистрироваться», все. Но он быстро сделал эти дела. Думать здесь не о чем, потому что это безопасно. Это регистрация в интернете, которую современный человек делает десятками, для того, чтобы там доступ на сайт получить, доступ на почту, доступ в социальную сеть, то есть десятками люди делают регистрацию. Еще одна, ну и что, пригодится или не пригодится, потом посмотрим, да? Про продукт. Быстро покупать и пользоваться. Он говорит, почему быстро? Я же должен изучить, я должен желтую водоросль. Нет, бурую водоросль. Какая водоросль? А как она комбу? О, я сейчас пойду в интернете найду про это комбу, все на свете, да? А вы же можете достать ему там продукт, сказать, сейчас, кроме комбу, еще что-нибудь прочту, да? Так, сейчас прочту. Водоросли, комбу, экстракт. Дальше. Порошок, содержащий фукоидан, произведенный в Корее, 3%. Морские водоросли, дальше. Мэкабу, экстракт. Порошок, содержащий фукоидан, произведенный в Корее, 3%. Дальше. Морские водоросли, мэкабу. Мэкабу читал уже, да? Значит, экстракт дикорастущего женьшеня, экстракт красного женьшеня и так далее. То есть, если вы начнете это человеку говорить, вы его завалите ненужную ему сегодня информацией, которую он не может проанализировать, не может проверить, не может принять решение. То есть, вы его уводите в сторону от решения. А для того, чтобы решение он мог принять человек быстро, нужно ему сказать, что это излечивает, вплоть до останавливает у многих там или продлевает жизнь при онкологии. При массе других болезней тоже экстракт фукоидана работает очень положительно. То есть, смертельных болезней, смертельных, от которых современная медицина никак не может защитить человека. Почему? Ну, все болезни заслужены, и поэтому медицина не всегда может противостоять тому, что заслужено, да? Там из поколения в поколение могут быть грехи других людей и так далее, экология, да? Но в то же самое время врачебные конференции, посмотрите записи. Вопросы, если по теме можно писать сейчас, да, Александр? Тысячи человек поправили здоровье с помощью компании, которая вот, фукоидан-волт. Тысячи научных исследований посвящены этому продукту. Это новый продукт, он очень сильный. Это продукт 21 века, да? То есть, его дорого достать. Японцы владеют этой технологией, корейцы, китайцы. У китайцев, значит, море грязное, о чем речь, да? У японцев тоже там стали проблемы после фукусимы. У корейцев самый чистый. Мы работаем с самым чистым фукоиданом. Отличная польза по здоровью. Пищевая добавка, да. Не нужно ходить к врачу, чтобы узнавать, как его употреблять. Выпил, все нормально. Ну, там есть дозировки, граммы, это все легко. Покупать и пользоваться. Начинать, может быть, с малой. Вот с... Можно начать попробовать вкусный напиток, да? Потом можно перейти на порошок или более мощный. Либо наоборот. Это все легко. Не надо уходить в детали. Ловить промоушены. Быстро ловить промоушены. Это строчка третья. Она очень важная. Потому что удача в сетевом маркетинге от этого зависит. Промоушены делать такое. Сегодня есть. Через неделю закончится месяц. И какие-то промоушены закончатся. А что такое промоушены? Это дополнительная выгода, дополнительная прибыль. Это подсказка, которую делает мудрейшая компания. То есть, что вы должны делать сейчас? Не думать, а делать. Не надо сегодня много думать. Сегодня надо выполнять промоушены. А их много. И сразу даже все не выполнишь. Но, по крайней мере, что-то надо хватать, что можете делать. Ловить. Потому что они проскочили. И пункт четвертый. Оповещать свой ближний и дальний круг. Это уже более серьезное мероприятие. А для кого-то очень легкое. Кто-то просто свою фотографию поставит с продуктом. А смотрите, я употребляю продукт. И уже к нему вопросы пойдут. Из Инстаграма, например. Что за продукт? Почему? Я стал более здоровым. Мои знакомые приостановили рост сахара или уменьшили сахар в крови. Ну, условно говоря. Это не медицина. Это не больничка. Это продукт, который нужен каждому здоровому человеку, чтобы оставаться здоровым. Беда современной цивилизации в том, что больных найти очень легко. А здоровых найти очень сложно. Поэтому, когда мы говорим о здоровом, чтобы оставаться здоровыми. Ну, сколько таких людей? 3%? 5%? 95% уже знают те или иные свои диагнозы. Им вообще это показано. А здоровые, может быть, они что-то делают, особенно чтобы оставаться здоровыми. И они, может быть, скажут даже, да нет, я здоров, потому что я это, 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 это. Да, он молодец. То есть, он может это взять на вооружение, знать, пробовать. Или прийти сюда, делать бизнес. Если человек хочет зарабатывать там, допустим, 200-300 тысяч рублей в месяц. Сюда. Сюда. Фукоиданвул дает такие возможности. Если хочет зарабатывать 2-3 миллиона рублей в месяц. Сюда. Да, здесь есть такие возможности. Если человек хочет зарабатывать 10 миллионов рублей в месяц. В потенциале эта возможность здесь есть. И 20 миллионов. Да. Поэтому ключевые, ключевые слова этого слайда. Нет времени думать. И это должен понимать потенциальный спонсор. Вы давайте такую информацию человеку, чтобы он получил исчерпывающие ответы быстро. Здесь есть великолепный продукт. Мало наименований. Солидно стоит. Большая прибыль. Идет на ура с успехом. Излечивает людей даже на тяжелых стадиях. Больным нужно, конечно, здоровым нужно обязательно. Для профилактики. Действуем. Бесплатная регистрация. Идем. Делаем. Да. Нет. Если нет, то человек не умеет хватать удачу вовремя. Не умеет ловить свою удачу. Если он не может сделать бесплатную регистрацию на сайте сам. То есть, ни в коем случае не делайте ошибки. Не регистрируйте своих людей пальчиками своими. Это его пальчики должны работать на клавиатуре, когда он регистрируется. Тогда человек учится делать эту простейшую работу. Свою фамилию набрал. Своё имя набрал. Ваших девять цифрок. Поставил галочку. Нажал кнопочку. Делов. Хороший вопрос, да, тут прилетел от Александра Леведева. Почему на большинство препаратов цены снизились, а на порошок повысились? Сейчас нам вот Александр демонстрирует как раз-таки логику поведения. Очень правильная логика. Мужская. Сегодня 23 число. Уже 23 дня идет этот месяц. И по-хорошему, я не помню, что было до этого. А Александр помнит. Переживает Александр. Почему на одно повысилось, на другое снизилось? Ну, вот такая компания мудрая, добрая. Компания не повышает на всё, а делает так вот, выравнивает. Здесь должно быть дороже, а здесь мы можем сделать дешевле. Вот почему. Потому что компания мудрая, компания молодец, и компания делает промоушен, о которых я буду говорить. И вот эту удачу надо и хватать. Если на что-то понизилось, вообще-то есть смысл это покупать, если вам это нужно. Если на что-то повысилось, да, интересно послушать, почему повысилось. Но я скажу так. Вообще-то повышение должно было быть двукратным, а мы подняли на 10-15%. Пока так, да, потому что бережём, так сказать, карман нашего покупателя, нашего партнёра. Ну и ещё потому, что лето, вот я в спортивной форме, в майке, вам жарко, да. Напиток сейчас нужно, нужно продавать в больших количествах. Там есть подарки, бутылочка, целая коробочка, и на это идут сниженные цены. Так что ура, ура и хорошо. Вот, я не сказал всего в ответе, но сказал кое-что. Идём на следующий слайд. Итак, думать или действовать. Дело в том, чтобы досконально понять продукт, действительно, хорошо понимает продукт компании, хорошо понимает бизнес в компании и маркетинг, и какие-то системы обучения, да, системы промоушенов. Зачем нужны вебинары, как пользоваться спонсорами. На это нужно около двух лет. Никто ещё, ни один человек не пробыл в компании два года. То есть мы все ещё не можем похвастаться, что досконально понимаем. Тем более, что год назад был один продукт. Вот эта коробочка. Ой-ой-ой, подымал. Да. Год назад был один продукт. Потом пришли ещё продукты новые, то есть изменения произошли, да. То есть продуктовые. Потом пошла информация большая, мощная от врачей, да, компании, от профессора, от хирурга с сорокалетним стажем. То есть врачебная информация пришла большая. Опять-таки её надо уложить, использовать, воспользоваться. Маркетинг-план с октября прошлого года действует, то есть ещё нет года. Многие люди пытаются его, ну как бы, заставить работать на себя. Вместо того, чтобы работать, а маркетинг-план будет обслуживать вашу зарплату, да. Ну, нужно несколько лет. А вот когда мы говорим про удачу, оказывается, что удача, вот вы два года проработали. Вы уже всё поняли, всё понимаете, у вас хорошее вознаграждение, там, 300 тысяч рублей в месяц, да. А когда удача-то проявилась? Тот момент, когда был, он был два года назад. Когда вы зарегистрировались бесплатно, купили продукт, начали пользоваться, начали вот ковыряться во всём этом, учить это, да, изучать, действовать. Прошло два года, вы получаете свои 500 тысяч рублей в месяц, и всё у вас хорошо. А удача была там, в прошлом, понимаете. И она так, это у тебя шлейф такой, да, она осталась, она с вами, а она в деньгах и в здоровье. Вот это очень важно. Многие люди пытаются поменять ход вещей, поменять невозможное. То есть, сначала всё-всё-всё узнать, а потом сделать. Ну, давайте, кто-то сейчас два года будет изучать компанию Fukuidan World, предложение. И через два года в неё войдёт, так сказать, да. За это время рынок компания уже займёт. Во многих городах, если не во всех городах бывшего Советского Союза и далее, да, будут уже некие ячейки, группы, да, то есть, конкуренция. Да, будет легче, там, сайт проработан, информации много, но внутренняя конкуренция уже будет и так далее, и так далее. Хотя, я думаю, все те, кто много уже в сетевомаркетинге, слышали такие истории. И, я утрированно так скажу, не очень дословно, да, женщина выходит на сцену, говорит, ой, спасибо моему спонсору за её настойчивость, за то, что она меня целый год теребила. Она год мне там вот в каждое ухо жужжала, приходи, 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 у нас так хорошо, приходи, приходи. И через год я пришла. И вот я стою здесь перед вами, у меня 10 тысяч долларов в месяц и так далее, и так далее, я такая счастливая, да. Да, бывает такое, что человек очень долго тянет, но это время он чем-то другим занимается, да, понятно, почему не приходит, то есть, почему нет этого рывка, толчка. Его удача, может быть, вот он откроет глаза, только так, не в первый момент, когда вы ему предложили. Он включит вообще хватательный рефлекс, может быть, только через полгода действительно. Вот тогда, оп, это же удача, хватит за бороду и всё, и держать. Для своего здоровья, для здоровья семьи, детей это нужно. Это первый аргумент. Для денег вам нужны деньги, тогда это нужно. Второй аргумент. Третий аргумент. Система событий, шикарное обучение, компания молодая, компания меняется, улучшается каждый день. И уже очень хорошая. Вот поэтому у очень многих людей вот эти спонтанные, как бы, решения прийти в компанию, да. А удача, она в этом и проявилась. Быстро, быстро проанализировал, пришёл, схватил. Первые шаги бесплатно. А дальше, да, вам повезло со спонсором или со спонсорами, вам повезло с компанией, с маркетингом, с сайтом. Но кое-что нужно делать самому. Я к тому, как вы видите, про удачу, про того мужика, пробегающего, мужичка, пробегающего, кто лысый и с бородой, да. Он быстрый. У древних грехов за бог удачи, он был, как бы, подразделением, да, частично это был бог времени. Хотя у них был основной бог времени, хронос. Ну, все мы знаем, хронос, там, эти часы, там, хронология, да. Да, вот. Но бог удачи был, как бы, вот, мимолетное время, короткое. Проскочил, опа, удача убежала, да. Мы с вами говорим иногда о том, что действительно связано с жизнью, потому что для кого-то получить такой продукт, это спасти жизнь свою или своих близких, или своих знакомых. Да, это так, да, то есть здесь не только, как бы, шуточки просто про деньги. Итак, как удача проявляется в компании Fukuidan World в текущем месяце, да, в июне. Одна неделя июня осталась. Вы видите, написано 10 пунктов. Я потом покажу слайды почти по каждому пункту, да, сейчас не буду перепрыгивать, просто пройдусь по этим пунктам. Это очень много. Это не то, что больше нормы, да, это зашкаливает количество специальных, особых предложений, которые действуют в этом месяце. Многие из них действовали в прошлом месяце, позапрошлом. То есть компания, кроме продукта, маркетинг-плана, сервиса, всего остального, дает еще дополнительную кучу очень удачных возможностей. Их нужно хватать, брать. Никто не говорит, что дальше они будут вот в таком же самом виде. И потом, как правильно вот Александр подсказывает, придут люди и будут задавать вопросы. А почему я уже не успеваю на Крит? Крит 5 месяцев длится промоушен, 5 месяцев. Можно сделать за месяц, но нужно 20 человек и все, компания не берет больше. Придет же человек и скажет, почему меня не взяли, я все выполнил. Компания скажет, ну вы 22-й, извините, у нас 20 мест забронировано, 20 самолетов куплено, 20 гостиниц, 20 то, 20 все. Ну как бы футбольная команда с запасными. Да, вот я в футболке. Человек может быть будет говорить, а почему? Ну потому что раньше пробегала удача. Сейчас надо брать этот Крит. Сейчас его надо делать, о чем я еще подробнее поговорю. Это не просто бесплатная неделя, это годовщина компании, это второй бизнес-форум, на который мы соберемся на теплом, хорошем острове. Температуру воды, как я все время говорю, обещают. Плюс 22-23 градуса. Можно загорать, купаться, причем что наиболее приятное, дома у большинства из нас уже будет холодно, да, а там еще будет очень хорошо. Пункт первый, с Критом прошли. Пункт второй, 4 плюс 1. Покупаете 4 вот этих вот коробки в виде комплекта, да, это отдельный товар компании. 4 покупаю, 5 подарок. То есть заплатил за 4, получил 5. Одна вот такая здесь почти 3,5 литра напитка, да, фукоидана содержащего, вкусного, дети пьют, взрослые пьют. Можно употреблять по очень маленьким дозировкам, оно профилактически будет помогать. То есть буквально там бутылочку на месяц употребляют. Это очень маленькая дозировка, но помогает. Вообще-то задумано, что вот этот ящик, коробочка из 8 бутылок, бутылки вот такие, да, что на месяц человеку. Ну вот в подарок компания дарит. Это, кстати, большие деньги, порядка 130 условных единиц, да. Итак, следующий, третий пункт, 8 плюс 1. А вот тот, кто покупает одну коробочку, получает в подарок одну бутылочку. 8 плюс 1, тоже подарок, да, себе, друзьям, хороший, хватать. И вот я представляю, кто-то сидит, сейчас слушает. А что мне брать, 4 плюс 1 или 8 плюс 1? Тут в подарок бутылка, а там в подарок коробка из 8 бутылок. Что брать? И дальше начинается алгоритм работы головы, мозга, мысли у этого человека. Так, дешевле купить то, что дешевле купить. Я хочу дешевле, да. Другой скажет так, я хочу, чтобы подарок был больше. Значит, я возьму больше, у меня подарок будет больше. Я выиграл. Кто как рассуждает? Вип-комплект. С этого месяца специальный вип-комплект введен, где вы получаете больше, чем купили, а баллов у вас в маркетинге больше, чем заплатили, да, то есть все там лучше. То же самое, комплект удачи, который, так скажем, он дает баллов меньше, чем 330 баллов, да. Но мы сделали так, что в нем 330 баллов, и, как вы знаете, эти люди участвуют в такой своеобразной лотерее, да, на розыгрыше ежемесячно, и можно что-то выиграть на вот том самом час удачи. Но комплект удачи дает больше баллов вам. Вам эти баллы нужны, чтобы поехать на Крит, чтобы ваши спонсоры, первый, второй, два ваших близко стоящих спонсора, да, непосредственных, чтобы они поехали на Крит, да, то есть вы покупаете, они едут на Крит, ага, а можно с вами, да, что нужно делать, работать, давайте, помогайте мне работать, я тоже хочу на Крит, все, да. Седьмой пункт. Два месяца активности за особые продукты. Особые продукты это вот FUKA 8, да, и Альфа, FUKA Well Альфа, бутылочка. Да, за эти два продукта, на которых в этом месте цена чуть-чуть приподнялась, но подарок зашкаливает, то есть он в два раза больше, да, этот подарок, чем поднятая цена. В чем заключается подарок? 60 баллов на следующий месяц вы получаете, то есть у вас два месяца активности, а вы знаете, что человек, участвующий в бизнесе, это тот, кто постоянный покупатель компании. Если вы постоянный покупатель, в этом месте купили, претендуете на бонусы, на скидки, на деньги, да, в следующем месте купили, претендуете на деньги, в следующем месте купили, претендуете на деньги. Так вот, если вы покупаете особый продукт компании в этом месяце, неделя осталась, то в этот месяц покупка естественна, но компания еще считает, так как это достаточно дорого, на следующий месяц у вас тоже есть как бы покупка на 60 баллов, вы активны. У вас есть покупка на 60 баллов, здорово. Повышен универсальный бонус, повышен бонус бесконечности, немножко позже скажу. И очень важный момент, я называю дату, а вы ее уже прочитали, надеюсь, второй Академии VIP. Для всех VIP этого месяца, конечно, для предыдущих тоже, но мы говорим про неделю. Осталась неделя. Идите и плодите новых VIP. Им это важно. Важно им, чтобы вы вовремя им сказали о том, что будет Академия, с VIP ты попадаешь на Крит с большим шансом, потому что у тебя есть своя закупка. Если ты VIP, ты легче пригласишь своего VIP, там есть такая норма, да, для Крита, для промоушена. У тебя больше товарооборотов, у тебя больше продукта, ты участник бизнеса, ты попадаешь на обучение. Куча всего. Неделя. Вот очень много времени для того, чтобы вы одного, двух, трех VIP могли создать, сделать в своей первой линии, в первом поколении. Во втором поколении, в третьем. Вот они, 10 таких моментиков. И здесь еще не написано, в общем-то, основное, да, это дополнительное, проявление удачи этого месяца. Что я хочу сказать, значит, в итоге данного слайда. Мимо нас бегают эти вот мужички, только хватает, да. Тут можно сесть и действительно немножко подумать, как схватить сразу двух-трех этих вот проявлений удачи. Например, если вы покупаете 4 плюс 1, у вас 440 баллов, да. Может быть, надо еще что-то купить, например, вот особый продукт. И тогда у вас получится в этом месяце VIP-овская квалификация, вы VIP, 550 баллов. Да, здорово. Вы получили пропуск на Академию, там плюсик ставим, да. У вас активность на следующем месяце, то есть, в следующем месяце вы можете не покупать продукт, но вы все равно получите свои бонусы, если они вам положены. И вы к Криту уже гораздо более серьезно экипированы, да. У вас вообще вот есть то, что нужно есть, да. И так далее, и так далее. То есть, сделав какие-то правильные действия, вы пользуетесь одновременно сразу несколькими проявлениями удачи. Получаете больше денег по этим двум бонусам, да. Участвуйте в час удачи. Вообще-то сказка. Сделав какую-то более правильную покупку. Немножко подумав, немножко посчитав, потому что, ну как, одним выстрелом можно убить там 3-4-5 зайцев, да, в нашем случае бородатых бегающих мужичков. Итак, посмотрите. Это на позавчера взяты цифры из отчетов, да, компании. И эти отчеты есть у всех лидеров, вы можете посмотреть. Может быть, не такие, конечно, цифры. 27 покупок здесь, взятые подряд. Вот первая покупка, 60 баллов. В этом месяце, в июне, кто-то купил на 60 баллов. Молодец, активность, здорово. Следующий, 110. Это настоящие цифры. Рядом слева были написаны фамилии, справа было написано там, кто спонсор, дальше было написано в отчете, да, какой бонус получил по уни-бонусу, какой бонус бесконечности, какой бонус спонсорский, да, то есть все было написано. Но мы взяли вот так, дизайнерски. 220 баллов покупка. Что же человек купил на 220 баллов? Надо подумать, да. Да, даже на 110 баллов мы не знаем, что он купил. То ли напиток, то ли особый продукт. 110 пошло на этот месяц, а 60 на следующий пойдет, да. Опять 110, 110, 260. 260, 260, по всей видимости, это порошок, да, по каидану, то есть самый такой насыщенный продукт. 260, 140, о, 140 возникла цифра. Опять я зачитаю, мне приятно. Для чего я это делаю? Чтобы вы увидели и другим людям передали, что покупают разное. Вот 27 покупателей. Разные продукты. Это видно, что баллы разные, разные покупки. 260, 140, 110, 260, 260, 110, 260, 280, 110, 110, 110, 550, 330. Как сделано это 330, мы не знаем. Может быть комплект удачи куплен. Может быть три разных продукта по 110. Может быть три одинаковых продукта. Мы не знаем. Но мы знаем, что этот человек будет участвовать в розыгрыше «Час удачи» и может выиграть планшет, например, да. 260, 110, 440. Ну вот мне кажется, про 440 я догадываюсь. Скорее всего, это 4 плюс 1 комплект, да. Четыре коробки купил, пятую коробку в подарок напитка. Скорее всего, но может быть не так. 550, 110, вот. Это настоящий живой здесь объем около пяти тысяч. Пять-шесть тысяч объем. Вот. Это то, что в вашей структуре, в принципе, может быть. Это хорошо даже у новичка. Это то, что происходит. Тайна. Я сдал информацию о покупках, сделанных в компании уже. Это не все покупки, конечно же. Но вот они таким образом подряд. Итак. Вот и все. Тема закончена. Давайте я еще раз прокручу все слайды перед вами, темы. А потом мы посмотрим, как это проявляется. Ну, дополнительные слайды, да. Итак. Второй слайд. У нас много случайностей, много удачи в жизни. Иначе бы мы давно все уже не жили, да. Это как показывали недавно тот документальный фильм, случайно видел. Как хорошо жить вот там, вот около этих болот в Америке. Правда, сюда упала ядерная бомба, водородная, да. Ее потеряли, она там лежит. Она может взорваться, кто ее знает, да. Ну, вот так вот. Она случайно упала, и она не взорвалась. Бог. Живут люди. Или Челябинский метеорит, да. Случайно он туда упал? Взорвался случайно он так, что почти никому не навредил. Но его мощь была что-то там сотня, две сотни Хиросимы, Нагасак. А до города всего ничего. Ну, вот это же невозможно. Но это было. Это было. Мы это видели. На всяких разных видео, фотографиях. Итак, когда удача пробежит мимо вас, вы можете повспоминать о ней, да. Она регулярно пробегает. Мы даже не успеваем все схватить. Но хотя бы часть хватать надо. Надо уметь ее ловить. Надо делать это быстро, да, вот на третьем слайде. В нашем случае регистрация бесплатная. Купить продукт, начать пользоваться. Использовать промоушен, оповещать людей. Все. И работайте. Через месяцы и годы вы будете все больше и больше знать. Это большое удовольствие. Погружаться в тему и узнавать такие. То есть у многих, кто погружается в тему, у них открываются глаза все шире, шире. Ах, вот так, да. Ах, вот столько платят. Ах, вот такие возможности. А так легко. А так интернетно. А так заказали на дом, получили. Ах, заплатились карточки. А я все на сайте могу. Ух ты, ах ты. Нужно время, чтобы все узнать. Но решения все эти люди принимают раньше. То есть они принимают решения, зная небольшой объем информации. Здесь хорошо, здесь здорово. Они доверяют другому человеку, который называется потом их спонсор или спонсоры. Вот про эти десяток мы поговорим. Преимущества июня подробнее. И давайте сейчас как раз таки про Крит. Крит это важно, потому что это первая годовщина компании. Мы сейчас на сайте, может быть уже кто-то видел, это в открытом режиме. Создается фотоальбомы на сайте компании. Про прошлую поездку, которая у нас была в Анталию первая. И вот вторая будет на Крит. И по итогам пяти месяцев нужно сделать очень несложный труд, чтобы получить такой большой подарок. Тысячу баллов купить самому. Пригласить одного единственного, лучше больше, но хотя бы одного VIP-партнера лично пригласить. И сделать накопительный товароборот в 6000 баллов в первом и втором поколении. Вот они условия. Когда сетевики на это смотрят, у меня много знакомых сетевиков, я им показывал. И говорят, так это же плевое дело. Я говорю, ну вообще-то да. Но компания молодая, компания новая, в интернете недавно. Не все даже видят, знают информацию. Большинство людей как-то получают информацию от 3-4 спонсоров уже использованы. Они даже про Крит не знают. В компании Fukuidan World, я думаю, большинство людей не знают про поездку на Крит, представляете? А мы тут каждую неделю вебинары. Сейчас подключилась Фарида Шарафуддинова, вебинары делает, да, делаем вебинар. Люди не знают. Так всегда. Ну, что делать? Итак, про 6000 баллов. Кажется, что это самое сложное. Но уже много людей, которые практически, ну, гарантированно выполняют это. И сейчас я вот скажу вам то, что очень важно. Да, мы вчера обсуждали с президентом компании, с Виктором Николаевичем, с Татьяной Викторовной обсуждали, с Людмилой. У нас такое было совещание на 4-х человек. Очень хочется начинать получать в компанию предварительные заявки на участие на Крите. Предварительная заявка. Что это такое? Это не обязательно, да, можно не делать. Но 20 человек поедет. Представляете, вы все выполнили, долгое делали, выполнили, написали в августе заявку, и вы оказались 21-м. Неприятно. Предварительная заявка показывает немножко компании, помогает компании ориентироваться, из каких городов поедут люди. Хотя сейчас принято такое решение, общее. Полет будет из Москвы. Но все-таки, если окажется, что, допустим, в Нижнем Новгороде есть 3 человека, они сейчас уже сделают предварительную заявку, скажут, да-да, мы, мы поедем, точно, мы все делаем, мы выполняем, запишите нас, то менеджер компании, который сейчас выделен для организации вот этого вот всего мероприятия, да, годовщина компании, полет, туризм, билеты, то, может быть, тогда вот эти там 3 человека из Нижнего Новгорода полетят из Нижнего Новгорода. Если это возможно, если есть такие самолеты и так далее. Чем они будут ехать в Москву и оттуда лететь? Может быть, удобней. Да, или из Санкт-Петербурга. Есть желающие быть на Крытии Санкт-Петербурга. Может быть, они могут лететь из Санкт-Петербурга. Да, но есть какие-то даты, когда надо купить билеты, когда надо забронировать, уже забронирован отель, да, практически, то есть, есть даты. Я посмотрел некоторых, ну, заметных людей по компании. Ну, я посмотрел, сейчас скажу. Так, кого посмотрел. Алма Шакпарова, да, Алма Адельбековна. Нет, Адельбекова. Куралей Конурбаеву глянул, да, на зиму Сарстенбекову глянул. Сколько, какой оборот за май месяц по первому, второму поколению. Муслимхана Сиди Керимова, да, которого вы знаете, который вот хирург, он в сети, он большой лидер в сети. Больше всех у него товарооборот в мае в его первом, втором поколении. Почти три тысячи. То есть, если столько же будет сейчас, в июне, то за два месяца эти шесть тысяч набрано. И вот дальше начинается самое, на самом деле, важное, да. Я намекаю, что у кого-то, у лидеров около двух тысяч уже. То есть, они понимают четко, три месяца пройдет, мы наберем шесть тысяч. Ну, за четыре месяца точно наберем. И есть люди, большинство думают так, вот мы наберем шесть тысяч, а потом мы начнем думать про свою тысячу баллов и потом приглашать своего VIP, если его еще нет. Но потом двадцатка может закончиться. Все. И что потом будет скандалить? Не надо, я говорю, сегодня, 23 июня, 20 человек. Желательно предварительные заявки, чтобы мы ориентировались, понимали, что эти люди делают, и смотрели, как они это делают. Например, Алмак Кабдешевна в прошлом месяце, да, в мае, стала VIP. 550 баллов на себя, бабах, это из тысячи-то. Ого, значит, осталось только 450. Возможно, это для Крита, да, не только для квалификации и универсального бонуса, но и для Крита. Алмак Кабдешевна стала VIP. Ее спонсор-то, что, получил лично приглашенного VIP, понимаете, сделал, да. И вот здесь важно, кто хочет ехать, кто нет, кто планирует, кто готовится, да. Это очень-очень важно, чтобы не было потом никаких вопросов лишних. И в то же время я знаю, что это можно выполнить за один месяц. Да. Поэтому на сайте компании вы можете скачать документ в вашем личном офисе, в дополнительном материале, страничках. Там вот такой документик, который вы заполняете. И вы пишете, за май месяц сколько у вас? Например, 110. Личная закупка. А нужно-то тысячу набрать за пять месяцев. Мало того, да может быть не за пять. Может быть за три. Потому что потом захлопнется. Все, удача прошла, 20 человек мы набрали. И расширить этот список компании будет чем позже, тем труднее. Да, связано с самолетами, отелями. Деньгами в том числе. 20 достаточно. Если вы в июне делаете, допустим, VIP 550 и вписываете. Да понятно, видно, да, сейчас вот видно. Человек идет на то, чтобы поехать на Крит. Например, в мае у вас было там только, ну, только так в кавычках, да, 500 баллов в двух поколениях. Да, надо наращивать. Но тогда вы это видите. То есть заполняйте этот бланк. Может быть, тренируйтесь. То есть предварительный бланк отправляйте в компанию. Ну, интересно. Вот такая предварительная заявка, да. Вот эта табличка очень помогает вам понять, вы идете или нет. Распечатайте ее, раздайте свою первую линию, раздайте свою вторую линию, заполняйте вместе, да. Заведите карточку на каждого человека, в конце концов, какие его вот эти вот варианты. Потому что я подозреваю, что где-то действительно за 3-4 месяца мы наберем нужных 20 человек. Это очень важно с точки зрения полета, самолет, виза. То есть сентябрь это просто дополнительный такой, знаете, на всякий случай сделан, да. Итак, идем дальше. Вот он комплект. 4 плюс 1. Вы получаете, купив его, 440 баллов. Это очень важно для Крита. Да, вы получаете огромный подарок, но это еще эти самые баллы. Это чеки. Следующий комплект. А, у нас там было 8 плюс 1. Вот он, подарок. Здорово. И когда вот вы меня спрашиваете, а почему подарок? А вот мы такие добрые, да. А вот компания такая хорошая. Ну как сказать, почему компания снижает цену? То есть это же снижение цены, реально. За 8 штук есть цена, а теперь за 9 штук такая же цена. Да, снижение цены 8, 9, сколько там, 12, 13 процентов. В экономике мира это вау, какое снижение. Пейте, жарко, защищайте себя и свое здоровье. VIP комплект. Купив этот комплект, вы становитесь VIP, но вы получите 65 баллов на счет компании, это премия, да, как бы скидка. Вот, и вы получите больше баллов, да, плюс идет, чем на самом деле этот продукт дает в отдельности. То есть баллов вы получаете больше. Вау. Хорошо, удобно. Час удачи. Сейчас посмотрим. Должен быть комплект удачи где-то. Спрятался. Комплект удачи, да. Та же история. Схватить за бороду вот это предложение. Плюс 25 денег и плюс 25 баллов. Всего вместе плюс 50, получается разных всяких выгод. Плюс вы участвуете в розыгрыше. А за этот месяц, смотрите, что вы хотите. Допустим, хотите вот это. Вы, простите, знак поставили. Как странно. Или вот это. Это одно и то же. Или альфу хотите выиграть. Или хотите планшет. Или два у нас разыгрывается для двух людей, конечно же, да. Женьшеневых желе. Что вы хотите? Прицельтесь. И дальше уже будете смотреть, как, скажем, удача распорядилась. Здесь можно будет расслабиться. Но выполнить условия для участия – это то, что нужно. Это нужно напрягаться и делать. Да. Комплект удачи помогает. Два месяца активности за одну покупку. Это такой уникальный промоушен для компании. Никогда такого не было. Мы посмотрим на результаты, как его продолжать, не продолжать. Но сейчас так, удача есть для тех людей, которым этот продукт нужен, а их найти очень легко. Вы сами такие люди, в большинстве своем, да. Вы получаете дополнительные 60 баллов. И это еще и ваша активность следующего месяца. Май. Промоушен на май-сентябрь, да. О, не то прочитал. Июнь. Увеличен бонус универсальный. Сейчас я сделаю другой слайд, где это виднее. Итак, с покупок, например, третьего своего поколения, вы получаете не 6%, а 9%. В полтора раза больше денег, да. В четвертом поколении. Вместо пяти получаете 10%. В два раза больше денег. В пятом поколении. Конечно же, чтобы получать с пятого, нужно пригласить пять партнеров лично. Да. Мотивация, да. Но вы получаете вместо пяти процентов одиннадцать. Это, наверное, две целых и две десятых рост на больше денег. И все лидеры сейчас. И не лидеры. Все получают больше денег по универсальному бонусу. И по бонусу бесконечности многие тоже получают больше денег. Но здесь я хочу сказать, в данном случае, наконец-то мы знаем, когда эта удача пробежит. Дальше вот только смотреть на как. Убегающий, да, бонус бесконечности повышенный. Через неделю закончится, хоп, закроется. И вместо красненьких процентов в следующем месяце будут базовые, нормальные, хорошенькие, синенькие проценты. Но это же меньше, да, вместо девяти было двенадцать, сейчас еще есть. Поэтому торопитесь, мимолетно все. Очень быстро происходит. Девятого июля Академия ВИП. Вообще-то про это можно было говорить весь час, да. Говорить только про то, что есть Академия, там будет обучение, ВИПы получат дополнительную информацию, дополнительные знания. Девятого числа в субботу примерно четыре, четыре с половиной часа будет это проходить. В удобное время, в интернете, любой может прийти, но только ВИП. Становись, ВИП ты туда попал. Если ты не ВИП, дорога тебе туда закрыта. Сам решаешь. Нет денег? Щи. Именно потому, что у тебя нет денег, да, ты сидишь вот такой. А посмотри на тех, у кого деньги есть. Когда-то они нашли. Нашли деньги, нашли силы, нашли время много работать. Это и была их удача. Иногда люди удачу делают своей работоспособностью, целеустремленностью, желанием, да. Есть два метода. Помните? Получить. Может быть, не помните. Нам говорят так. Мудрые люди. Когда ты просишь что-то помощников у небес, у Бога, да, достаточно попросить один раз. Послал запрос. Жди. Потому что те, у кого ты это просишь, они с одного раза всё понимают. И если тебе это действительно нужно, если ты действуешь потом, как-то ждёшь правильно, да, то тебе дадут. Это первый подход. Логично. Второй подход такой более американизированный, назовём так. Если тебе что-то нужно, проси каждый день. Утром проси, вечером проси, утром проси, вечером проси. Да, некоторые неуважения к небесам происходят. Они уже их задолбал. Да я всё слышу. Да хватит. Да ничего не дам, если не успокоишься. Но это человек сам себе напоминает. Сам себе каждое утро напоминалка. Хочу на Крит. Хочу на Крит. Хочу на Крит. У себя. Напоминалка себе. Я всё ещё хочу на Крит. Я всё ещё хочу быть в топе компании. Хочу зарабатывать большие деньги. Или я уже устал. Да? Два метода есть. Но и в том, и в другом работать нужно. Ну вот и всё. Теперь вопросы. Вижу, что Александр Лебедев написал. Спасибо, Виктор. Отправил вам на мейл вопросы. Буду ждать ответы. Мне на e-mail. Наверное, в компанию. Ну, посмотрим. Если есть вопросы, потому что я говорил сегодня, напишите, пожалуйста. И удача повернётся к вам лицом. Ну, я думаю, действительно, я так много сказал обо всём. Настолько обо всём, что вы уже теперь всё знаете. И, может быть, я вот этот слайд сейчас поставлю. Вот этот. Десять проявлений. Десять проявлений удачи ещё неделю. То есть, эту неделю нужно работать. Да. Я обещал вам сказать про 23 июня. Чуть подробнее. Сегодня удачный день. Сегодня редкий день. Единственный день в году, когда люди празднуют летнее солнцестояние. Когда люди жили, некоторые сейчас живут в гармонии с природой, то все определили, на планете все определили, все племена, все люди, которые хоть немножко наверх смотрели, что солнца то больше, то меньше, то длиннее ночь, то короче ночь, то длиннее день, то короче день. Сегодня самый длинный день. Это третий уже такой день самых длинных дней. Уже завтра день будет короче. Но сегодня пик силы. И в этот пик силы, в самый солнечный день мы говорим про Крит, говорим про удачу, говорим про то, что лучше, чем предложение, Которая выкатывает сейчас компания Фукайданул, как бы мы открываем такой, знаете Не знаю, там, забег И вот эти мужички бородатые, но лысые Побежали, хватай, хватай, двумя руками Всех себе, всех себе И все, действовать-то надо Пробегут Спасибо вам, до встречи В следующий четверг, до встречи Во вторник В то время, которое написано Во вторник в 12 часов по Москве Я думаю, что Фарида Шарафуддинова будет делать Конференцию Вот, ура Спасибо вам, что здесь были Спасибо мне, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!